Вот эти сопряжения здесь, в данных местах, где идет нагрузка, они все уже, видите, легко крошатся. А веревочный мост в городском парке и вовсе рухнул. Играть здесь может все еще весело, но уже совсем небезопасно. Этот комплекс на детской площадке радовал ребятню 8 лет и мог бы прослужить еще дольше, будь он из металла или пластика, говорят в администрации Красногорских парков. Но с деревом эти годы обошлись беспощадно. В прошлом году во время пандемии мы с инженерами ПТО и специалистами по обслуживанию площадок сделали обследование площадки. Ее реконструировали своими силами, перетянули канаты, но тем не менее еще одна зима ее добила. Сегодня это уже практически трухлявое дерево. Мы не можем просто так саморезами ее закрепить. Поэтому комплекс решено закрыть и вскоре заменить новым. Конкурс по выбору подрядчика для проведения демонтажных работ уже начался. Пока же ребятишки могут пользоваться другими элементами игровой зоны – качелями или песочницей. Но и они здесь будут до поры до времени. В разработке проект полной реконструкции площадки. Выбрать понравившийся вариант жители смогут на сайте парков Красногорска. «Хотелось бы, конечно, видеть здесь ровное покрытие, потому что оно все достаточно вспучено, и дети могут, конечно, впадать тут из-за этого. Качели очень пользуются популярностью. Кстати, вот эти вот маленькие. Может быть, добавить качели для детей как раз таких маленьких». К лету готовится не только эта площадка, но и весь городской парк. В Зеленом театре ожидается целая серия мероприятий, если позволит эпидемиологическая ситуация. А вот аттракционы уже открыты. Перед сезоном они прошли все необходимые проверки, заявляют в МАУК в парке Красногорска и обещают организовать еще и велопрокат. Все это, чтобы сделать досуг здесь еще более насыщенным. Даже в будни городской парк посещают порядка 800 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова